Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию вот такое украшение на елку. Это сосулька. И сделаем мы ее с вами из очень простых материалов. Если вам интересно, оставайтесь со мной до конца видео. Так, ну что, давайте быстренько пробежимся по материалам, которые нам сегодня понадобятся. Фольга для формирования каркаса. Обычная офисная бумага. Клей ПВА белый. Конечно же, кисть. Краска акриловая того цвета, который вам нужен. Акриловый лак на водной основе. Обрезки кружева. Лента декоративная. Блесточки. И бусины различного диаметра. Ну и, как всегда, мой самый главный помощник. Клеевой пистолет. Первым делом, что мы делаем. Берем фольгу. И из нее формируем нашу шутунь. Еще сделаем той формы, которой бы вам хотелось ее видеть. На самом деле, это очень просто. Вот в конце заостряем. Так, вот какая она получилась. По размеру и величине, по форме также вы делаете такую, какая вам надо. То есть, сами корректируете все эти моменты. А дальше мы берем белый клей. Салфетки белые. Нам понадобится их внутренний слой, такой тоненький. Будем обклеивать нашу сосульку. Так, вот что у нас получилось. Особо ровно выглаживать здесь не нужно, потому что будет следующий у нас декор бумагой сверху. Поэтому салфетки тут особо выкладывать не надо. Заклеили, создали основу и все. Теперь нужно ее положить либо на батарею, чтобы высох этот слой, либо посушить феном. После того, как верхний слой высох, мы берем обычную бумагу, как обычно. Наносим опять же клей ПВА. Старайтесь формировать чем побольше складок. В разном порядке, в любую сторону, но чтобы их было побольше. Чтобы оставались вот такие кармашки. То есть в любом порядке, в произвольном, заминайте, закручивайте. Так, чтобы были какие-то такие интересные эффекты на ней. Теперь я беру акриловую краску цвет золота. Вы можете взять тот цвет, который нужен именно вам, для вашего декора. Белый, серебристый. В цвете серебро будет красиво смотреться. Дальше берем блестки. Любой акриловый лак у меня вот такой. Музыка. Дальше берем shoulder. Дальше берем, посмотрите. Дальше нам для работы понадобятся бусины и клей-пистолет. Теперь вот про те кармашки, которые я вам говорила, мы их находим, открываем и туда вставляем бусинки. Дальше я беру от старой новогодней игрушки, которая уже давно побилась. Вот эту штучку, крепление и приклеиваю. Если нет таких от старых игрушек, можно сюда скрепочку внутрь запустить, либо проволочку протянуть. В любом случае вы найдете, как закрепить игрушку из бумаги. Она очень легкая, поэтому здесь вариантов может быть много. Теперь к своему дизайну я добавляю розовые бусины не очень спокойного цвета и их вполне можно сочетать. Дальше я буду собирать бантик из вот такой ленты. Эту часть я оторвала, она мне не нравится. Собрала вот такой маленький бантик. Теперь из таких вот остаточков кружева, даже вернее они из остатков, прям вот из элементов, которые мне нравятся. Вот я на вырезала. Ими я сейчас дополню этот бант. Вот с этой стороны я уже сделала. Вот вы видите. Теперь я вклею сюда такой же фрагмент. Эта длинная часть мне не нужна. И вот этот элемент я посередине наклеила. Вот так. Ну вот такая сегодня у нас получилась работа. Вот так. Все вы увидели, что она делается из очень простых материалов. И сама по себе работа в исполнении тоже не сложная. По поводу банта. Конечно, если вам не нравится в декоре новогоднем банты в шарах или вот в украшениях, вы этот этап пропускаете. У меня елка в стиле шибишик, поэтому я все игрушки делаю с бантиками. Но это такое личное мое предпочтение. А вы уже смотрите, мои дорогие, по своему вкусу. Цветовое решение сосудки может быть тоже абсолютно любым. Она может быть белая с серебром, голубая с серебром. Но сейчас будет год желтой собаки. И я думаю, золотые игрушки будут очень уместны. Поэтому я выбрала именно вот такой цвет украшения. Ну а вам, кому понравилось, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Я заметила, что вы начали общаться между собой, подсказывать друг другу, где что купить. Меня это безмерно радует. Это очень приятно, что вы такие все отзывчивые, открытые. Продолжайте в том же духе. А вы подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, что следующее видео выйдет уже в пятницу. А я вам скажу, до новых встреч!